Всем привет! Кира в школе, и с вами Маша Муха-Цыкатуха. Короче, на самом деле, я же сделала вопрос, в каких очках мне хорошо, в каких очках мне плохо, потому что я до сих пор не могу выбрать. И вот мне говорят, что мне хорошо вот в этих очках, но я не знаю. Мне что-то кажется, что они великоваты на меня. Ну вот они вот очень большие. Я, конечно, не привыкла к таким, но слушаю советов молодёжи, что и как. Может быть, если вот так вот, ну так неудобно их опускать. Но они, кстати, чуть-чуть, немножко на меня великоваты. Также мне говорят, что неплохо вот в этих вот, но чтобы были стёкла немножко посветлее. Может быть, сегодня пойду, посмотрю. Если будет такая же модель стёкла чуть-чуть посветлее, то я возьму вот эти вот. Но это вообще на меня просто... Сейчас, секундочку. Да, что ж такое волосы мешают? Эти вообще на мне сели просто идеально. Они и по ушам на мне сели, и по носу сели. Везде просто вот идеально они на мне сели. И мне кажется, что, может быть, всё-таки вот эти вот взять. Ну и, я не знаю, вот действительно на пляж ходить, чтобы солнце полностью тебя закрывало, твоё лицо. Они чисто вот пляжный вариант. Для меня это чисто пляжный вариант, не городской, а именно вот на пляж. Так что, возможно, я вот эти вот возьму чисто для пляжа, лежать на солнце и защищать свои глаза. Потому что у меня очень сильно падает зрение при ярком-ярком свете. Ну и чтобы, конечно же, не было никаких морщинок. Они такие полностью хорошо затемнённые и вот неплохие. То есть, может быть, эти я возьму с ваших рекомендаций для пляжа. Ну, реально круто, да? Реально круто, так сказала, как будто я уверена. А вот эти вот, большинство, конечно, сказали, что вот эти вот, они прикольные. И их стоит брать чисто на повседневную носку. Вот в такую пасмурную погоду. Они трёхцветные. Здесь, получается, идёт, по-моему, голубой, потом зеленоватый и жёлтый цвет. Вот такие вот трёхцветные. Вот эти, наверное, я сто процентов возьму. Чисто вот просто каждый день вот так вот ходить. На постоянку. Ещё сегодня пойду, конечно, посмотрю ещё какие-то модельки. Пусть будут. Знаете, как очки лишними не бывает. Под каждый наряд должны быть свои. Поэтому вот эти вот я беру для пляжа. Синие всё-таки не буду. Синие, они, если их носить, то носить постоянно. А постоянно такие крупные я вряд ли носить буду. Поэтому остановимся вот на этих вот двух модельках. Вот этой вот модельки, вот этой вот модельки. И для Кирюхи я же взяла модельку. Я уже показывала какую. Вот эту вот. Вот ещё я посмотрю, может быть, такие есть. Не знаю, красные, синие. Было бы прикольно. Почему бы и нет. Так что пусть будут. Кира позвонила мне. Сейчас, секундочку. Друзья, где мои нормальные очки? А то я хожу по дому солнцезащитных. Мне кажется, это как-то не очень камильфо. Правда? Кира позвонила со школы. Говорит, мама очень сильно болит горло. Но дело в том, что она мне ещё с утра сказала, мама, болит горло. Я говорю, Кира, у тебя каждый день болит горло. Но она ещё с таким этим сказала мне, можно ли я завтра не пойду на танцы? Я говорю, давай. Сегодня уже в школе посидишь, а там дальше будем смотреть. Если что, то завтра на танцы не пойдёшь. И я надеюсь, что я сегодня всё-таки доберусь до девочки, у которой можно померить очки, чтобы выбрать, возможно, себе ещё какие-то модельки. Дело в том, что это просто конфискат такой идёт. И цены очень-очень приемлемые. Если там очки стоят по, грубо говоря, минимальная цена 300 гривен, и максимальная, это уже просто космос, то здесь по 50, по 100. Поэтому спокойно можно брать прям несколько пар. И чтобы они у тебя были, если даже потеряются, то у тебя будет что одеть, если они разобьются. Опять же-таки будет что-то на сменку. Ну и вообще, в принципе, я постоянно хожу в очках. У меня очки от зрения, то те будут чисто вот при ярком-ярком солнце и пляжные варианты. Я уже просто думаю о пляже. Мне уже даже сегодня звонили и спрашивали, что ты думаешь на лето. Я говорю, понятия не имею. И начинают рассказывать, что сейчас в санаториях требуют, чтобы люди приезжали уже с вакцинированием от коронавируса. Я так предполагаю, что скоро нас всех заставят вакцинироваться для того, чтобы вообще куда-то выезжать. И чтобы ты мог вообще, например, куда-то приехать, выехать и где-то побывать. И без вакцинирования, мне кажется, вообще никого не будут. Никого не будут пускать, приглашать и разрешать отдыхать. Так, который у нас сейчас час. У нас сейчас 11.15. Уже где-то... Подожди, а у Киры сегодня 5 уроков. Это 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 12.45. 12.45. Она должна уже закончить свои уроки и топать домой. А Тера что-то хочет от меня. Ну, лежит на кровати. Я встала, пошла на кухню, она встала за мной. Я встала, пришла на балкон, она встала, пошла за мной. А мне сейчас так хорошо на балконе сидеть. Здесь кресло, и я тут сижу и просто кайфую. Сделала себе кофеечек, пью, птички там поют. Окошко себе открываю, клёво, круто. Ещё тепло сегодня, хоть и дождь на улице был всю ночь. И с утра такая пасмурная погода, но очень-очень тепло. И птицы поют по летнему, по весеннему. Ждём Кирюху. Фух, ребята, посмотрите, какая я закрученная, перекрученная. Купила пиццу, накупила кучу очков. И себе, и Кире накупила кучу чехлов. Сейчас приду домой, покажу. Кирюха со школы расстроенная шла, я ей ключи передала, потому что у неё ключей не было. Говорит, что это сильно горло болит. Сейчас придём домой смотреть, что у неё там с её горлом. Пойдёт ли она завтра в школу. И таблетки ей тоже несу, чтобы лечить её горлышко. Только что такой дождяра был сильный. Но мне повезло, уже его нету. И я могу спокойно домой дойти, даже солнышко поклёвывается. Видите, там где-то, где-то, где-то солнышко. Так, ладненько. Домой. Кирюхи пиццу заносить и кормить её. Откроет ли мне... Зайка я. Ну зачем это дождь такое делает? С человеком. С волосами. Ужас какой-то. Моих собак слышно аж сюда. А вчера поднималась снег. Так орал. Я думаю, боже, если он так орал, когда меня нету дома, то его слышат все соседи. Его можно даже на улице услышать. Привет, животинки, пошли. Где вы там? Ой. Боже, чуть без телефона не осталось. Пицца. Китсюня. Ой, зайка, думай, ты мне поможешь закрыть дверь. Я тебе пиццу принесла. Она у меня ещё на основе принесла. Я прекрасно, очень рада. Давай тогда. Будем кушать пиццу. И лечить тебя. Да подождите. Боже мой. Ребята, я приехала. Уже пришла, вернее. Купила я очков. Но купила я очков не только себе. Я ещё и купила куча разных цифров. И сейчас я это всё покажу. Кто-то керем пиццкой. А, ну подвинчечки на пиццу. Смотрите, телефон ещё шлёпнулся. Ну, то, что вы видели, знаете, это вот такие вот керемочки. Это то, что я себе покупала. Их тоже вы видели. Это то, что я себе решила ставить всё-таки на пляж. Те, которые я говорила. Да, вот эти вот тоже я их себе решила ставить. Они не ходить, они просто не на пляж. Только чисто на пляж, да. И начинаем распаковку следующую. Не было таких, как у Чичи. У Чичи не было. Это я купила чехол вот такой вот. Слушайте, вообще копейки стоят. Это я. Да, конечно. Сейчас я тебе. Это чехольчик для очков. Чего-то написано. Да. Ну, вот так вот. Это, кстати, для каких-то таких. И вот такие вот я ещё купила себе. Они мне очень понравились. Кира, смотри. Они такие необычные, стильные. Обвлекательные. Смотрите. Ну, мне очень понравились. Вот с таких вот можно именно ходить просто каждый день и постоянно. Они вот обалденные. Мне безумно понравились. Я решила вообще без разговоров их брать. Вот скажите. Скажи, бандические. Они такие стильные, классные и необычные. Вот такие вот. Мне понравились. Вот. Так что я купила вот такие вот очки. И к этим очкам... Ой, господи, сейчас разублю. Вот такой вот чехольчик. А потом что ещё? Тут, короче, до сега. Кира, это я купила чехол тебе. Ой, какой чехольчик крутой. Это я купила тебе чехол. Под твои вот эти вот очки. И там ещё есть синие. Ну, я решила взять синие ещё. Потому что, ну, мы с Кирой будем меняться. Вот такие стиль. Скажи, как клёво это. Смотрите, ребята. Вот такие вот, ещё и синенькие. То есть у Киры такие жёлтые, а у меня такие вот синие. А ну, одень, пожалуйста. И давай так. Мне больше нравятся. Да? А, ну, на. Держи. Ой, в этих такой яркий свет. Ну, как тебе? Мне нравится. Ну, будем меняться с тобой. То есть вот такие вот две пары очков будут одинаковых. Это для... Не знаю, там... На, вот сюда можешь положить. Синенькие. Потому что это ещё не всё. Ещё не всё, Кира. Потом... А, ещё вот такой вот чехольчик. Полароид. Боже мой, я даже не знаю, как это тут снять. Но это тоже вот чехол для очков. Я не знаю, для каких. Что-то сейчас будем разбираться. Что у нас тут ещё? А! Это вообще мне дали бесплатно. Кира. Тупо бесплатно. Дали мне вот такие вот очки. Смотри. Я решила их взять. Они тоже очень клёвые, смотри. Скажи. Смотрите. А что здесь бесплатно? Ну, вот так вот много купила. Типо очков, и дали бесплатно. Смотрите, какие. Мне тоже очень нравятся. Такие стильные. Вот чисто вот... Просто это не отцом. Боже, свет. Сейчас в них смотреть ярко-ярко. Такое всё намного круче. Смотри, пробуй, мере. Боже мой, в глаза больны. Слушай, а тебе тоже в них шикарно. Скажите. Обалденно. Ты, кстати, их тоже можешь носить, эти очки. Давай. Так что ты их тоже можешь спокойно брать. Это же у меня такие зелёно-жёлто-синие. И ещё будут вот такие. Вот они у меня зелёно-жёлто-синие. Вот они. И ещё это не всё. И ещё. И ещё это не всё. И ещё, Кира, вот тебе чехол. Ты градусным не достаёшь. Так вот. И вот ещё вот такой у меня чехол. Это ещё два чехольчика для очков. Вот такие вот. А чехлы вообще необычные, потому что... Я же не знаю, какие очки туда засыплю. Вот такой вот прозрачный чехолчик. А, вот у нас их два чехла, да? А мы что, уже все очки надержали по чехлам? Да. Вот эти вот я, наверное, положу вот этот чехол. Смотри, здесь для переноса есть. Смотрите, вот так вот. Клёво. Так. Вот всё. Вот раз, два. Вот это мы с тобой, Кира, уже очков понакупали. Слушай. Это у нас какие? Синенькие. Здесь у тебя твои, да? Жёлтые с тряпочкой тоже. А вот сюда надо ещё тряпочку положить. Это была вот ещё тряпочка. Вот так вот. Тряпочка, тряпочка. Ну, мне вот эти, да, нравятся? Прикольно. Ну, померь. Ну, мне поднимут. Я просто посмотрю. Мне кажется, они вообще всем подходят. Ну, мне очень нравятся. Они реально очень прикольные. Так. Ну, а вот чёрные чисто, это будут чисто для пляжа. Вот тебе вот чёрные, чёрные. А ты забыла с комнаты чашку? Чисто для пляжа. А с комнаты чашку нет. Вот я сделала чай. Вот такие вот, ребята, очечья накупила себе. Представляете? И всё это мне обошлось, ну, вот, честно скажу, даже смешно. Всё это... А, Кира, слышишь, у нас там ещё какой-то чехол наш есть. Все вот эти вот очки, чехлы и всё-всё, мне это всё обошлось в полном объёме 450 гривен. То есть это раз очки, два очки, три очки, четыре очки, пять, шесть очков. Раз, два, три, четыре. Четыре чехла 470 гривен. Нормально вообще? Да. Шикарно. Надо что за очки. У меня где-то должны быть ещё чехлы. Надо, чтобы каждые очки были в чехлах. А, вот это такие. Я сейчас ещё чехлы принесу. По-моему, есть ещё чехлы для твоих маленьких очков. Сейчас я принесу. Секундочку. Кира, сколько у тебя градусов? Смотри, пожалуйста. Можно, что я сделаю? Зачем я ем? 37 раз... С зрением всё плохо, извиняюсь. 37 раз и два... 37 это или 4? 37, 3 или 4? А, вот. Это маячки, которые солнцезащитные, но они меняют цвет на солнце. Ну, я не знаю, что-то они мне не очень по своим временам нравятся. Вообще, я от них так отвыкла, мне что-то они вообще никак. Они типа не красивые. Надо что-ли стёкла в них поменять. Сюда я... Нет, она вообще не нравится. Фолосово мне не красиво. Да, вот сюда смотри, вот эти положи. Кривенько. М-м-м. Вот этот. Засунем вот эти вот в этот. Какие? Вот синие вот в этот. Чего? Ну, прикольнее будет. Они прям подходят под этот просто. А сюда мне влезут вот эти. А, да. Они маленькие. А у меня ещё где-то должен быть чехол, Кирюха, для очков. Оранжевый. Ты знаешь, где? Вот как раз подвести очки. Оранжевый. Оранжевый. Да, розовый. Какой розовый? Мой. А какой твой розовый? Такой типа... Он складывается, например, в такую плоскую штуку. А, где... Еще просто нужно две парочки положить в чехлы. Так, что у нее за температура? 37,5 почти у тебя. 37,4. 37,4. Где найти еще чехлы? Вот это я накупила сегодня. Я на все случаи жизни. Теперь у нас чехлы на все случаи жизни. Я не знаю, зачем ей только очков. Ну ладно. Потому что я туча. У нее всегда много, я не понимаю, зачем она ей. Я только не могу найти. А я не выбрала сголоки? Не знаю, блин, больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я же такая, что я выбрала сголоки. Ты меня знаешь. Знаю, знаю. 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 Я еще какие-то очки нашла, посмотри. Это же твои вот эти вот просто прозрачные. Вот у меня еще вот такой чехол. Но это чисто для моих очков, которые для зрения. Покажись. Они очень крутые. Очень крутые. Ну прикольно. Ну это чисто вот так вот. Так, а здесь что у нас? Я уже забыла, что здесь. А здесь у нас, по-моему, оранжевые, да? Да, оранжевые. Все. А эти куда? А эти не знаю куда. У меня больше нет чехлов. Я не знаю, где чехол еще. Я вот так и сделала. Теперь можешь накидеть. Я хочу вот это проверить. Ну там железяка. Какой железяк разрежу. Смотри, и учись. Давай. Ага. Смотри, и учусь. И разрежу ты на железяку. Я не знаю, очень. Смотри. А я все сделала. Смотри, можно будет сделать так. Оп, и присунуть. Да я и так сделала. Смотри, сейчас оп. И спалила себе палец. Оп. И спалила себе палец. Все. Готово. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти я взяла для пляжики. Вот эти. Для пляжи взяла. Клево, да? Я тоже, потому что тут шикарно. Нечисто для пляжа. Я не знаю, конечно, будем ли мы на пляже в этом году. Но очки у нас для пляжа уже есть. Вот это я даю. Все. Ребята, так что будем кушать пиццу. Я уже съела два кусочка. Я еще не съела ничего. Я просто кайфую от того, что у меня такое количество рачков есть. Ну, блин, Кира. Особенно вот эти мне нравятся. Вообще. Они такие. Офигенно. Тяпочки синие. Ну все, будешь синие носить. Господи, мы же с тобой не будем постоянно ободинаково. Привет. Ты любые можешь одевать, какие тут есть, и в любых ходить. Привет. Привет. Все, ребята. Пьем чай, кушаем пиццу. Всем, кто кушает, мы с нами приятного аппетита. Если вам понравилась наша коллекция очков, то ставьте, пожалуйста, лайкусик. А я пошла Киру лечить, будить и почевать. Я не знаю, чтобы глаза попала, я не знаю, что это там обладает. Так, все.